День веков хронограф 10 июля 1905 года в Приволжском городке Покровская-Слобода в семье врача и учительницы музыки родился Лев Абрамович Костин. С детства мальчик отличался бурной фантазией и активностью. Еще школьником он стал работать в Покровской библиотеке-читальне, где развил общественно полезную деятельность и организовал рукописный журнал, в котором сам являлся редактором и художником. По окончании школы Лев Косиль за активную общественную работу получил направление в Московский государственный университет, где поступил на физико-математический факультет. Но к третьему курсу понял, что его призвание – литература, и забросил учебу. В 1927 году молодой писатель познакомился с Владимиром Маяковским, который взял его под свое крыло в журнал «Новый Лев». Здесь были напечатаны отрывки из первой его книги «Кондуит». А потом получил приглашение сотрудничать с журналом «Пионер», где в то время работали писатели Пришвин, Гайдар. Встреча с Самуилом Маршаком определила дальнейший творческий путь к Косиле как детского писателя. Из-под его пера вышли замечательные «Кондуит», «Швамбрания», «Вратарь республики», «Дорогие мои мальчишки», «Чаша гладиатора» и многие другие. В своих произведениях он много рассказывал о Великой Отечественной войне. Помимо художественной литературы, Косиль занимался и публицистикой. Несколько лет работал журналистом газеты «Известия», ездил по стране и за рубеж, встречался с интересными людьми, публиковал статьи для детей и взрослых. Его творчество отличается лиризмом, юмором и выразительностью, а книги переведены на многие иностранные языки. В 1965 году Лев Косиль был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР. Награжден четырьмя орденами, а также медалями. 10 июля 1874 года в селе Караковичи Ельнинского уезда Смоленской губернии родился Сергей Каненков. Скульптор, которого впоследствии назовут русским Роденом. Еще будучи гимназистом, Каненков твердо решил стать скульптором. А когда ему исполнилось 18 лет, отправился в Москву и поступил в училище живописи, военнее изотчества. Затем переехал в Санкт-Петербург и продолжил обучение в Высшем художественном училище Императорской академии художеств. Дипломная работа Каненкова «Самсон разрывающий узы» оказалась настолько революционной, что чиновники академии распорядились ее уничтожить. В своих последующих произведениях Каненков стремился передать размышления о тяжелой доле народа, о стремлении его к свободе. События 1905 года вдохновили художника на создание ряда собирательных образов, выраженных в скульптурах. Рабочий боевик Иван Чуркин, Ники, атеист. Эти работы явились важным достижением культуры начала XX века. А их автор стал известен как один из самых прогрессивных мастеров своего времени. Сергей Каненков, как выходец из народа, встал на сторону Октябрьской революции. И этот период в его творчестве обозначился монументальными произведениями. Барельефом памяти героев Октябрьской революции и скульптурной композицией Степан Разин с ватагой. В 1919 году скульптор выставил совсем неожиданно для себя роли. На арене первого московского цирка он поставил так называемую пластическую сюиту Самсон из живых скульптур в исполнении атлетов и борцов. В 1923 году Каненков с женой отправились в Нью-Йорк для участия в выставке русского и советского искусства. Изначально скульптор планировал провести в США всего несколько месяцев, но поездка затянулась на 22 года. В Америке он вел пропаганду русского искусства, много работал над библейскими сюжетами. А в 1937 году получил заказ от Принстонского университета на создание бюста ученого Альберта Эйнштейна. В конце 1945 года Сергей Каненков вернулся в СССР на пароходе, который прибыл за ним по личному указанию Сталина. В Москве он получил собственную мастерскую на улице Горького. В 1954 году был избран действительным членом Академии художеств СССР. А в 1955 году ему присвоили звание Народного художника РСФСР. И до последних дней, он умер в 1971 году, Сергей Тимофеевич активно работал над новыми замыслами. Он прожил почти век, но ему так и не хватило времени для воплощения всего задуманного. 10 июля в 1902 году в деревне Старая Князева Тверской губернии в бедной крестьянской семье родился будущий оперный певец Сергей Яковлевич Лебеш. Из-за крайней нищеты еще в достаточно юном возрасте будущей звезде пришлось покинуть родные места и переехать в Петербург, где он получил профессию сапожника. После Октябрьской революции в 1917 году Сергею удалось поступить в кавалерийскую школу. Там преподаватели заметили его певческий дар и отправили учиться в московскую консервацию. В столице молодому певцу посчастливилось попасть в оперную студию, которую руководил Константин Сергеевич Станиславский. Дебютировал Сергей Лемешев в Свердловском театре оперы и балета в 1926 году. Через год он исполнял сольные партии в русской опере при Китайской восточной железной дороге в городе Харбини. Еще год спустя Лемешев вышел на оперную сцену в городе Тбилиси. Но в полной мере раскрыть свой талант выдающемуся тенору удалось в Большом театре, куда он поступил на работу в 1931 году. На знаменитой сцене он исполнял партии Берендея в опере «Снегурочка», «Индийского гостя в Садко», «Альмавива в Севильском цирюльнике», «Герцога в Регалетто» и многие другие. А самой знаменитой стала партия Ленского в опере Петра Ильича Чайковского «Евгения Онегина». За свою жизнь Лемешев исполнил ее 500 раз, в том числе и в день своего 70-летия. Именно Ленского в его исполнении полюбил зрителей. Каждое представление Онегина завершалось 15-минутными овациями, горами цветов и толпами поклонниц у служебного входа театра. А ночь морозная светла, и вся земля белым пела, свои снегурочки метелица. Сергей Лемешев проявил себя и как камерный певец, исполняя все романсы Чайковского. И как оперный режиссер, поставив от Ревиату Верди на сцене Малого оперного театра в Ленинграде в 1951 году. И как киноактер, сыграв одну из ролей в фильме «Музыкальная история» в 1940 году. 10 июля 1209 года сильные дожди прошли в Западной Европе. Суточное количество выпавших осадков местами приблизилось к месячной норме. 10 июля 1840 года в Петербургской губернии беспрерывно лил дождь, сопровождаемый сильным ветром и холодом. В это же время в Ярославской и Полтавской губерниях случилось нашествие вредителей. Поля покрылись сплошной массой гусениц. 10 июля 1841 года в Вологодской губернии в Яринске ранний мороз повредил озимые яровые. В Харьковской губернии в это время наблюдала сильная жара. Температура повышалась до 30-ти градусной отметки. 10 июля 1842 года в Ставропольской губернии тоже были жара и засуха. В этот день Православная Церковь почитает преподобного Сампсона Страноприимца. Сегодня день почитания странников. На Сампсона дождь до бабьего лета мокро, а значит сено не высушишь. На Сампсона дождь через 7 недель тоже. Дождь, в этот день от которого может почернеть сено, полезен для проса. А сухая погода, которая дает возможность убрать сено зеленым, полезна для гречихи. На Самсона ладят косые серпы.